Здравствуйте, уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста, если слышно хорошо, можно, пожалуйста, огонечек в правом нижнем уголочке нажать. Надеюсь, что с подключением у нас сегодня все хорошо и даже я вижу, что камера работает. Да, реакция есть, спасибо большое. Если что, какие-то не вкладки, пожалуйста, пишем в чате. И сразу оговорюсь по организационным моментам. Вопросы, пожалуйста, не пишите в чат, а пишите во вкладочку «Вопросы», потому что потом они теряются, их очень сложно достать оттуда. Ну, разрешите еще разочек представиться. Зовут меня Ольга Николаевна Магонова. Я являюсь педагогом-психологом и педагогом дополнительного образования, Центр дополнительного образования в городе Смоленск. Непосредственно работаю по большей части это с детьми с ОВЗ, но сегодняшние техники, они будут полезны и интересны всем, и не только детям, но и взрослым. Будут представлены различные техники не только для детей старшего возраста, но и для детей дошкольного возраста. Соответственно, здесь у нас мы все это можем применять и с детками с ОВЗ, с теми, кто работает с такими детками. Ну, хотелось бы начать с таких слов, что ребенок, как писал великий русский педагог Константин Бедович Ушинский, мыслит формами, крясками, звуками, ощущениями вообще. То есть сначала у нас прежде всего ощущения. Ну и немножечко отступлюсь. Смотрите, какая ситуация. Сегодня я расскажу немножечко теории и потом будут непосредственно сами техники. Теория немножечко будет, теория будет касаться именно арт-терапии. Чем же арт-терапия нам помогает в дальнейшем? В дальнейшем арт-терапия, лечение искусством и творчеством. Может быть, ребенок у нас не будет задумываться о том, что, можно сказать, его как бы лечат, да? Но при этом наше творчество будет давать ему положительные эмоции и помогать ему в дальнейшем. Цель – это терапевтическое воздействие при решении внутренних психологических конфликтов, проблем коммуникации, и что сейчас немаловажно. Мы знаем с вами, да, что у нас на данный момент складывается так ситуация, что дети, особенно дети городские, они попросту не гуляют. И у них такое, как бы, идет нарушение коммуникации, они не умеют общаться. Потому что если наше поколение, мы со двора не уходили, то сейчас детей не то что, ну, у них нет возможности гулять на улице. Во-первых, это их расписание, и во-вторых, ну, не совсем стабильная обстановка, да? И социализация также детей с ограниченными возможностями, и социализация уже, к сожалению, просто детей с нормативным развитием. Если мы с вами говорим о задачах арт-терапии, да, это дать социально применимый выход агрессии другим негативным чувствам, чего сейчас, к сожалению, в нашем обществе очень много, и именно рисование, именно арт-терапия в любом ее проявлении, она может помочь выплеснуть агрессию, выплеснуть негативные эмоции. Ну, облегчить процесс лечения. Получить материал для психодиагностики – это то, что касается работы психологов. Проективные методы очень активно используются многими психологами в своей работе, да? Конечно, они такие субъективные, но они очень помогают как дополнительный материал. Следующее – это проработать подавленные мысли и чувства. Если у нас что-то переходит в уровень бессознательного, да, то у нас наша арт-терапия помогает проработать эти чувства и поднять их на уровень сознания, да? А следующее – установить контакт с клиентом. Здесь у нас в чем плюс? Не все клиенты идут на контакт, особенно если это дети в новой обстановке, да? А, допустим, какая-то творческая деятельность помогает установить лучше контакт, ну, развить творческие способности и повысить самооценку, сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах, да, на том, что же чувствует наш ребенок. Ну, я... Простите, пожалуйста. Ольга Николаевна, попробуйте, пожалуйста, перезайти, обновить страницу или выйти и зайти в вебинар, немножко, видимо, сигнал интернета у вас пропадает. Вас не видно, зависать видео. Прошу прощения, что-то, да, интернет немножечко... Может быть, мне тогда камеру отключить? Давайте, знаете, как сделаем? Вы попробуйте перезайти, сейчас выйти и зайти, выйти в эфир, но без камеры. Сейчас отключайтесь и давайте попробуем без камеры. Коллеги, не волнуйтесь, нормальная ситуация, пятница, пробки не только на дорогах, но и в интернете, и немножко у нас у спикера подвисло, да, подвисло изображение. Мы сейчас попробуем перезагрузиться, перезайти и, наверное, попробуем убрать камеру, чтобы получше было слышно, оставим только звук и презентацию. Поэтому, да, не переживайте, сейчас попробуем все настроить и наладить. Да, да, только презентация, коллеги, сейчас. Если меня слышите, поставьте плюсик, не плюсик, а огонек. Если меня видно, слышно, поставьте огонек в... Да, все, отлично. Ага, это... У меня пробок нет на дороге интернета, да. Когда с других городов идет роуминг, то такое может быть. Но идет связь с другими городами, иногда случается. Все, отлично, спасибо, коллеги. Если сейчас после перезагрузки будет подвисать у вас, да, если все будет нормально у нас, я вам буду просто в чат писать. Если все хорошо, тогда просто уже мы будем обновляться. Так, сейчас ждем Ольгу Николаевну. Не волнуемся, не разбегаемся, пока забираем презентацию из вкладки файлы. Татьяна Викторовна, подскажите, подключилась я, нет? Так. Коллеги, если слышно хорошо, пожалуйста... Да, Ольга Николаевна, я вас слышу. Вы с нами поговорите, пожалуйста, еще, чтобы мы вас услышали. Все, все, есть. Все, что-то продолжаем. Простите, пожалуйста, буду без камеры, потому что немножечко подвисает интернет. Я надеюсь, что без видео все будет у нас хорошо, и мы доведем сегодняшний наш вебинар уже не отключаясь. Ну, если говорить о показаниях, да, арт-терапии, кто-то пишет, слышно, но не видно. Не видно чего? Презентацию вы видите или не видите презентацию тоже? Так, не получается. Так, 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 так. Так. Презентация видна. Видео я отключила, поэтому сегодня, к сожалению, мы будем без видео. Я надеюсь, вам презентации будет достаточно. Сразу прошу прощения, что видео отключено. Ну, показания арт-терапии – это неудовлетворенность, если это взрослый человек, да, с семейными отношениями, повышенная тревожность, страхи, фобии и негативная я-концепция, низкая самооценка. Если мы говорим кратко, я перечислю виды арт-терапии. Это музыка-терапия, танцевальная терапия, песочная терапия, глинотерапия, библиотерапия, куклотерапия и мульттерапия, да. Все это наше направление арт-терапии. Если мы говорим непосредственно, то эта терапия у нас изобразительным творчеством, в первую очередь рисованием. Изобразительная арт-терапия – это метод художественной рефлексии, технология, позволяющая раскрыть художественные способности, арт-педагогический метод, с помощью которого можно корректировать ощущения, который испытывает каждый от работы. И способы работы. Так, подскажите, пожалуйста, звук пропадает у всех? Если все хорошо, на огонечек, пожалуйста. Татьяна Викторовна, вашу реакцию. А, у кого-то хорошо, у кого-то не очень. Ну, Татьяна Викторовна не пишет, наверное, все-таки попробуйте перезагрузиться самостоятельно. Немножко, немножко он как бы заикается. Ну, коллеги, давайте, пускай будет так. Если уж совсем будет очень серьезно пропадать, я тогда… Вы тогда скажете, да? Дам сигнал. Да, если у вас пропадает, сильно зависает, тогда просто попробуйте перезагрузиться. Немножко подзаикивать. Ну, да, ну, вот такой интернет сегодня, да? Пожеление. Ну, посмотрим. В принципе, все слышно. Просто, Ольга Николаевна, вы не останавливаетесь. Паузы большие. Постарайтесь не делать и спокойно, размеренно пройдем. Ну, все, Ольга Николаевна. Хорошо, спасибо большое. Давайте… Так, самим техникам рисования, как мне уже, ну, говорили на одном из выступлений, что нетрадиционные техники давно уже стали традиционными, да? И их уже используют практически везде. Ну, я надеюсь, что на моем сегодняшнем вебинаре вы сможете получить определенные какие-то новые знания, да? И эти знания использовать в дальнейшем в своей работе. Ну, существует много техник нетрадиционного рисования. Их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Нетрадиционное рисование – это мастерство изображать, не опираясь на традиции. Одно из таких видов рисования, я сейчас их перечислю в общем, да? А потом мы рассмотрим дальше уже более подробно, да? Первое – это монотипия. Получается при оттиске цветового пятна на бумажном листе, при его складывании вдвое или наложением листа на цветовые пятна на палитре. Монотипия – это графическая техника. В переводе с греческого «моно» означает «один отпечаток». Мы сегодня посмотрим, какие рисунки можно делать при помощи монотипии. Рисунок наносится сначала на ровную и гладкую поверхность, а потом он отпечатывается на другую поверхность. И сколько бы отпечатков мы не делали, каждый раз это будет новый, неповторимый отпечаток, потому что у нас все равно будет соединение, наложение цветовых пятен красок на влажную или сухую бумагу. А еще, наверное, всем известный метод – это метод разбрызгивания. Его очень любят для коррекции, для украшения уже готового рисунка и дети, и взрослые. Следующее – это разбрызгивание цветов кисточкой или другим инструментом производится по влажной или сухой бумаге. Следующее – это свободное выливание на влажную или сухую бумагу из какого-либо сосуда выливаются жидкие краски. У нас получается определенная абстракция, либо же мы дорисовываем сами рисунки. Вижу в комментариях, что наглядные примеры, я сейчас перечислю, потом мы непосредственно посмотрим с вами сами примеры. Свободное дуновение – это клексография, очень интересная для детей, она бывает активная, и раздувание. На жидкую краску, предварительно нанесенную на бумагу, можно подуть в разных направлениях, чтобы получились спонтанные формы. Можно использовать любую трубочку, например, корпуса с шариковой ручки, либо же вот эти наши соломинки, которые мы с вами используем. В последние годы клексография набирает популярность и развивается творческое воображение. И еще клексографию очень любят логопеды, почему здесь у нас развиваются наши легкие и развивается наше дыхание. Следующее – это ниткография, монотипия, полученная с помощью цветной нити. Нитка пропитана краской, потом складывается, конец нитки остается за пределами сложенной бумаги, и она вытягивается. Сейчас я все более конкретно покажу в... Так, еще нет, оказывается, не все техники перечислила, прошу прощения. Наложение форм на скомканную бумагу, пропитанную краской, производится отписком, как печати на рабочую поверхность. Очень интересная техника, если кому-то интересно, можно будет провести прям целый вебинар по этой технике. Это техника ЭРБУ, рисование на воде, которой необходимы специальные натуральные краски и загуститель для воды. Наверное, вы уже видели это. И тоже очень интересно. Также рисование мыльными пузырями, да, улучшает фантазию и так далее. Гротаж. Ну, смотрю, что просят иллюстрации, да, они сейчас будут. Я опять повторюсь. Это способ выполнения рисунка путем процарапывания пером или острым инструментом бумаги. Протаж – это натирание, да. Наверное, мы все с вами рисовали монетки на уроках, на занятиях, да. Мы подкладывали под бумагу монетку и делали это либо карандашом, либо ручкой и видели оттиски. Это называется протаж. Наверное, ну, как я думаю, я до того, как я начала работать над этой техникой, я название не знала. Ну, давайте начнем. Гротаж. Что у нас используется? Свечка, черная тушь, шампунь, заостренная. А мы наносим цветной фон акварелью или берем цветной картон или просто белую бумагу. Весь фон полностью затираем воском, парафином. Наливаем в черную или цветную гуашь, добавляем немного шампуня, тщательно перемешиваем. Затем покрываем эту смесь парафиновый лист, да. Затем наш холст готов. Потом берем заостренную палочку и начинаем процарабывать. У нас получается своеобразная гравюра. Вот в левом верхнем углу, да, мы процарабываем определенный рисунок. Техника довольно-таки непростая, почему здесь ребенок все равно должен уметь рисовать. И следующая эта вот техника мы видим с вами в левом нижнем углу, это вот наш фротаж. Именно тот момент, когда, как я говорила, да, все мы с вами подкладывали и отпечатывали монетки. То есть вот таким вот образом мы тоже можем создавать рисунки. Естественно, этот фротаж, он проще для детей, потому что здесь ему не нужно уметь рисовать. Использовать мы можем очень много, какие элементы. И здесь ребенку проще. Он просто вводит, как бы закрашивает лист, да, и у него получается рисунок, да. Точно таким же образом можно подкладывать монетки, можно подкладывать листики, да, и всевозможные объемные фигуры, чтобы у нас получилось, чтобы у нас получился рисунок, да. Мы знаем, что есть оттиски для лепки, допустим, пластилином. Этот оттиск мы тоже с вами можем положить под лист, чтобы у нас получился рисунок. А следующая очень простая, очень легкая, наверное, все с вами используем эту технику, это рисование различными материалами. Здесь мы можем использовать фрукты, овощи, да, допустим, яблоки, груши, картофель. Точно так же губки для мытья посуды, отпечатки листов, да, это может быть выглядеть вот таким вот образом. В левом верхнем углу мы с вами видим отпечатки от яблока, да. Здесь сам педагог, либо же ребенок может нарисовать банку, вы ее можете склеить, и потом ребенку предлагается наполнить нашу банку, да, заготовку на зиму, сделать компот, и оставить отпечатки от яблока. А в левом нижнем углу мы видим, да, такое у нас дерево, наверное, многие догадались, что это у нас лист от пекинской капусты. Если мы даем нескольких размеров лист от пекинской капусты, да, ребенок наносит на нее краску, раскрашивает ее, потом делает отпечатки, мы таким образом можем с вами сделать целый лес, да, что тоже очень интересно для детей. И очень легко, даже если детки не умеют рисовать, нанести краску у нас каждый сможет. Вот в левом верхнем углу мы с вами видим, да, то, что у нас отпечаток листа. Точно так же мы с вами можем делать деревья, мы можем покрасить наш лист не только одним цветом, да, и если мы расскажем несколькими цветами, то у нас наш лес будет такой цветной, да, как бы красивый. А немножечко ниже мы с вами видим, что мы можем использовать. Обычную пластиковую бутылку, которая есть у всех везде, да, и точно таким же образом мы делаем цветочки, да. Мы окунаем наш край бутылки, и после этого мы с вами делаем отпечатки. Точно так же мы можем использовать и гофрокартон. Это у нас левый нижний рисунок. Мы гофрокартон сворачиваем, как бы вот такой улиточкой, трубочкой, и после чего окунаем точно так же в краску, да, делаем такой определенный штампик и предлагаем ребенку нарисовать рисунок. Точно так же мы можем использовать... Так, извините, отвлеклась на чат. Точно так же мы можем использовать и обычный картон, да, сделав для него трафарет для ребенка, мы предлагаем воспроизвести, либо придумать свой рисунок для того, чтобы он смог нарисовать ту или иную картинку. Следующее – это техники рисования, которые я непосредственно применяю сама на своих занятиях. Я сейчас их тоже перечислю, после чего мы с вами посмотрим, как это может выглядеть. Рисование ладошками, я сразу скажу, и рисование ладошками очень нравится детям. Почему? Дома мало кто из родителей разрешает детям мазаться в краске, да, а тут на занятии ребенку позволяет закунуть не только пальчик в краску, но и целую ладошку. Это первое. А потом еще, когда проводила эту технику, я у детей спрашивала, что вы чувствуете, да, что вам нравится. Они сказали, что очень приятное ощущение, когда кисточка ведет по нашей ладошке, да. Нет, для кого не секрет, что наше ощущение – это развитие нашего мозга, соответственно, мы тут тоже стимулируем наш мозг. Следующее тоже, наверное, применяемое многими – это рисование ватными палочками. Мы тоже сегодня рассмотрим эту технику. Тычок жесткой полусухой кистью, откиск поролоном, да, вот кто-то пишет деткам щекотно, да, многим щекотно, но при этом они все равно, когда мы наносим красочку на нашу ладошку, они прям, им это нравится, и они испытывают такие положительные чувства, и потом на многих занятиях просят повторить. Печать по трафарету, свеча и акварель, набрызг и очкование. Давайте посмотрим уже непосредственно, я говорила о клексографии, да, клексография трубочки, клексография обычная, рисование зубочисткой, монотипия рисования нитками. Каждый из этих методов – это маленькая игра, их использование позволяет детям чувствовать себя рассмелее, развивает воображение, свободу для самовыражения и способствует координации движений. Моя одна из самых любимых техник – это рисование бумажными втулками. Очень интересная техника, дети ее очень любят. Почему? Здесь мы работаем и с ножницами, и здесь мы работаем с красками, и точно так же у нас развивается наше воображение. Это лист бумаги, бумажная втулка, ножницы, краски, кисточка и стаканчик с водой. Что же мы с вами делаем? Мы с вами можем делать вот такого плана прекрасной картины. А как же это мы с вами будем делать? Да, вот слева мы видим такая птичка у нас, справа это у нас снеговик, дополненный пластилином и элементами декора. Что мы делаем? Мы с вами должны нашу втулку разрезать вот таким вот образом, сделать из нее веер, и после чего либо окунаем в тарелочку, в краску, либо наносим кисточкой на каждую из наших полосочек нашу краску. Дети очень любят это делать. И вот таким вот образом, да, мы делаем либо птичек, либо вот такие вот половинки наших бумажных втулок, да, можно сделать, допустим, елочку, можно сделать рыбку и сделать вот такой вот рисунок. Здесь мы можем предложить детям либо самостоятельно пофантазировать, либо, да, вот туда пишут, втулка рисовали цветы и салют. Салют тут замечательно, цветы тоже очень хорошо. А вот еще возьмите на вооружение, да, можно елочку нарисовать, рыбку половинками втулок, тоже очень интересно для детей. Это наши отпечатки. Следующий момент, это, ну, вот таким вот образом мы можем уже сделать готового зайку, да, чтобы ребенок просто сделал отпечатки и дорисовал, да, дорисовал там травку, дорисовал морковку и так далее. Либо же, вот как мы видим с вами в левом углу, здесь точно так же отпечатки втулками, мы можем рисовать цветы. И почему люблю эту технику? Потому что втулки есть всегда, и это не очень затратно, да, у нас есть листы, у нас есть гуашь на занятиях и бумажные втулки, и точно так же, которые, детки, у них плохо развита мелкая моторика, соответственно, они понимают, что они тоже могут рисовать при помощи дополнительных элементов. А еще вот таким вот образом мы с вами тоже можем заготовить трафарет, и, допустим, вот как в левом верхнем углу у нас с вами подготовлено дерево, да, а ребенку уже предлагается просто закрасить дырочки, где уже вот у нас согнута правильно бумажная втулка, то есть он просто раскрашивает, и у детей получается определенная картина. В левом нижнем углу мы с вами видим жар-птицу, да, вот такого вот плана у нас хвост сделан, точно так же втулками. Монотипия – это у нас оттиск, вот таким вот образом мы с вами тоже можем делать картины, это очень интересная техника, это очень легко и весело, чтобы быть проще забавных отпечатков, да, смысл монотипии заключается в том, что картинка рисуется на одной стороне листа, а затем отпечатывается на другой. От этого и произошло ее название, да, «Единый отпечаток» – монотипия. Какие же материалы? Это лист бумаги, краски. Лучше, если это будет все-таки гуашь. Акварель, она не такая яркая, и после нескольких оттисков, естественно, у вас рисунок будет уже очень блеклый и не совсем как бы яркий, не совсем красивый. Ну, кисточка и стаканчик с водой, да, вроде бы обычные материалы для рисования обычных рисунков. Следующий момент очень тоже интересен детям – это рисование мятой бумагой, либо рисование салфетками. Но если вы используете салфетки, старайтесь, чтобы салфетка у вас не размыкала, чтобы она была довольно-таки плотная. Мы используем вот как называемые черновики, да, либо бумагу, которую уже принтер отпечатал, которая уже никому не нужна. Часть издает намкулатура, а часть мы используем на своих занятиях. Можно даже использовать, ну, обычные вот висцы, на которых вы печатали, да, листы А4. Если мы говорим о материалах, да, бумага, желательно, чтобы она хорошо мялась, лист бумаги, на котором мы будем рисовать. Лучше, если это будет у нас бумага для акварели, да, которая не размыкает. Ну, краски, кисточка и стаканчик с водой. Что же мы можем нарисовать? Вот такого вот плана цветы, да, и после чего, после того, как мы рисуем отпечатки, наши сами цветочки, головки, это отпечатки, да, потом мы ребенку предлагаем просто дорисовать стебельки и листочки. Вот такого плана мы с вами можем получить рисунок. Следующее – это рисование ниткой. Могу сказать честно, на своем опыте пока не попробовала, я не думала, что действительно могут получаться настолько красивые рисунки. Вот этот рисунок, который у нас с вами на слайде, он действительно сделан просто обычной ниткой. Обычной ниткой, которую мы шьем, и можно получить очень красивые рисунки. Что потребуется? Лист бумаги, нитка, краски, кисточка и стаканчик с водой. Сейчас объясню технику, немножечко переключилась. Здесь что мы делаем? Мы нитку нашу опускаем в краску, либо прогоняем ее между кисточкой, да, чтобы она у нас покрасилась. Выкладываем не совсем ровный рисунок. Естественно, если она будет ровная, это будут у нас просто полоски. Искривленный рисунок на листе бумаги, накрываем его вторым листом, да, и вытягиваем эту нашу нитку, и получаются вот такие вот прекрасные цветы. Очень нравится техника и детям, и взрослым, потому что человек, не умеющий рисовать, он видит у нас такой вот рисунок, да, и ему это очень нравится. Следующая техника – это рисование. Здесь мы тоже можем предложить либо определенный трафарет для детей, да, либо же нарисовать самостоятельно. И мы с вами просто оставляем пальчиковые отпечатки. Естественно, можно делать и большим пальцем указательным, можно и всеми и так далее, да. Тоже очень интересно. Ну, материалы обычные наши, стабильные материалы, их я перечислять не буду, потому что хочется побольше техник вам сегодня рассказать. Вот, это существует по ниткам два способа. Извините, почему-то слайды немножко перемешались. Давайте вернемся к нитке, да. Первый способ я вам рассказала, да, это то, что мы тянем под двумя листами, да, или же мы можем с вами сделать нитками монотипию, да, то есть сложить один лист пополам и протянуть нитку точно так же. И у нас будет с вами два одинаковых рисунка в зеркальном отражении. Еще есть возможность третьего способа, это опустить веревку, а затем разложить кольцом или любым другим способом. И надавить просто, да, сделать отпечаток изображения мы можем с вами просто дорисовывать. Или же оберегнуть веревку вокруг цилиндра. Мы с вами можем взять нашу уже бумажную втулку, сделать перекрещивающий узор, наложить сначала веревку вверх, потом вниз по всей длине цилиндра, впитать краску на веревку, да, а потом просто сделать отпечатки. У нас с вами будет веревочный узор. Рисование листьями, да, это наши отпечатки, которые мы делаем при помощи листиков, да, я уже говорила об этой технике. Здесь еще разочек повторюсь, вот в иллюстрированном виде, да, мы просто несколько раз с вами раскрашиваем листы и делаем из них рисунок. Так, следующее, рисование пробками. Точно так же мы с вами можем делать оттиски пробок различных, да, точно так же, как мы делали, и я рассказывала, донышко от бутылки. Очень еще интересная техника – это мраморная бумага. Ее мы с вами можем получить из материалов. Это обычная бумага, да, пена для бритья и краски. Крем или пена. Пена будет дешевле и все-таки лучше. Следующее, что мы делаем, это у нас плоская тарелка для смешивания пены и краски, бумага и скребок. Как же мы с вами это делаем? Мы равномерно толстым слоем наносим пену на тарелку, мешаем краски, с помощью кисточки или пипетки накапываем краску разных цветов, да, но не перемешиваем, делаем просто такие как бы завитки, размазываем ее, берем лист бумаги и аккуратно прикладываем к поверхности. Ложим лист на стол и потом заскребаем нашу пену, получаем очень красивые рисунки, то есть получаем мраморную бумагу. Следующее, рисование пены или мыльными пузырями. Здесь мы с вами можем тоже рисовать на пене, да, просто ее раскрашивая, но пена при этом должна быть плотной и густой. И рисование мыльными пузырями, когда мы красим нашу жидкость для мыльных пузырей и предлагаем ребенку надуть мыльные отпечатки, да, после чего мы можем тоже предложить ребенку дорисовать тот или иной рисунок. Да, вижу, что вот Наталья говорит, рисовали зубной пастой. Тоже как вариант, можем это использовать. Еще очень интересный вариант, это рисование свечкой. Сейчас тоже расскажу об этой технике. Коллеги, кто не видит презентацию, вы можете ее скачать и потом уже посмотреть сами техники. Точно так же в конце еще будет один маленький бонус. Я скину ссылочку на видео мастер-классы, которые записывала сама. Если вам будет интересно, то я тоже ее пришлю. Но это для самых стойких, кто дослушает нас до конца. Рисование свечкой. Здесь необходима у нас подготовка, готовка педагога в первую очередь. Почему? Если ребенок плохо рисует, мы можем предложить ему такое волшебство. То есть, здесь мы предлагаем детям просто закрасить лист. Но педагог готовится задолго до того, как дети начинают рисовать. Он свечкой рисует определенный рисунок. И после чего, естественно, свечка у нас очень плохо видна на белой бумаге, ребенок не видит этих оттисков. После чего мы ребенку предлагаем просто закрасить наш лист обычной краской. Здесь, да, вот кто-то пишет, что можно использовать восковые мелки. Да, тоже как вариант. Но мелки у нас цветные, а свечку дети не видят. И они принимают это за большое волшебство. Да, у нас не было ничего. Я просто провел по листу бумаги кисточкой, и тут у меня появилось изображение. Это мы используем как бы в таком сказочном формате. Детям очень нравится. Здесь сейчас на слайде я немножко остановлюсь, но засчитывать не буду. Здесь то, как мы проводим саму технику. Вот такого вот плана мы с вами можем сделать рисунки в левом верхнем углу. Это у нас цветок, точно так же прорисованный свечкой. А в правом углу уже более объемные картины. Здесь у нас самолет и дельфин, да. Здесь мы побольше рисуем, чтобы у нас был объем, площадь больше, да. И там, естественно, у нас самолет, он как бы в таких каплях. Рисование на пене может быть вот таким вот образом. Это не именно не мраморная бумага, а рисование на самой пене, да. Что мы делаем? Мы берем крышку от коробки, от обычной, выливаем туда пену и предлагаем ребенку просто поставить точечки, потом их соединить, и получается вот такой вот у нас оригинальный и красивый рисунок. Следующая очень интересная тема для детей, это у нас клексография. Главное объяснить детям, что при помощи трубочек мы не плюем друг в друга, потому что прецеденты были, очень долго потом это объясняешь детям, естественно, баловства на этом занятии мы не допускаем. Следующий момент, здесь у нас трубочка для коктейлей, соломинка, да, это может быть корпус от ручки. Здесь что мы можем сделать? Мы поставим на лист бумаги большую кляксу, да, жидкая краска, и осторожно подуем на нее, дуть мы можем точно так же через трубочку, дуть мы можем просто, и делаем еще одного. Так, извините, у меня оцените качество связи, ничего не выскакивает. Так, извините, отвлеклась. Вот мы делаем две, как бы таких кляксы и сдуваем их, да, после чего предлагаем ребенку дорисовать, допустим, может быть, какого-то там монстрика, может быть, какое-то животное, может быть, какой-то рисунок. А также мы предлагаем второй способ, краска и кисточка, любой рисунок. Поставьте на необходимые для вас линии капли и раздуйте их трубочкой, да, рисунок у нас готов. Вот такого вот плана. Я хочу вам показать картинки. Мы изучали с детьми эмоции, и было очень интересно, да, мы брали разную краску, и дети у меня описывали, как же, какие эмоции испытывает тот или иной человек, да, как это можно делать. Вот по теме эмоций очень хорошо идет именно вот кляксография. Попробуйте, могу сказать, на личном опыте не пожалеете. Следующий момент это картины с солью. Здесь мы можем просто посыпать солью, да, наверное, все использовали манку в свое время, мы делали такие бархатные картинки, да, точно так же мы с вами можем использовать соль, чтобы у нас наши картинки были фактурные, были рельефные. Либо же вот в левом углу вы видите, здесь у нас соль наклеена уже на лист. Мы берем ПВА, мы берем нашу крупную соль, наклеиваем ее, а потом ребенку в технике абстракции мы предлагаем раскрасить этот соляной лист. Здесь вот такую технику мы использовали при изучении Северного полюса, мы с детьми рисовали северное сияние. Тоже как вариант предлагаю взять к себе в копилочку. Следующий момент это волшебные шарики, тоже очень интересная техника, дети ее очень любят. Здесь в коробку мы помещаем лист бумаги, на нее наносим несколько разноцветных или однотонных капель и кладем в коробку. Два-три шарика мы предлагаем детям потрясти, да, нашу коробку. Вот таким вот образом у нас с вами могут получиться рисунки, да, мы видим, что у нас шарики лежат в коробке, ребенок трясет эту коробку и получается абстракция. Здесь мы можем опять же тоже предложить ребенку на точность, да, допустим, пускай от красной точки у нас шарик добежит там до зеленой и вот таким вот образом тоже у нас развитие координации и мелкой моторики будет происходить. Следующая не менее интересная техника это рисование воздушными шариками. Когда мы берем можно большой, можно маленький воздушный шарик и мажем на него краску, после чего ребенку предлагаем сделать отпечатки. Естественно, краска ложится у нас неровно и дети очень любят эту технику. Здесь у нас, во-первых, дети очень любят воздушные шарики, неважно в каком виде, но и рисовать ими тоже очень нравится деткам. Поэтому тоже можете попробовать, я думаю, что будет интересно. Еще очень одна интересная техника, которую я освоила совсем недавно, это рисование вилками. Мне очень нравится. Здесь мы берем одноразовые пластики вилки, а здесь мы можем использовать их на всех рисунках, где нужна лохматый мазок. Здесь будет просто нарисовать даже самому маленькому ребенку, либо же с сильными нарушениями, тоже они рисуют прекрасно. Допустим, на листе бумаги педагог рисует пенек, от пенька идет верх линия, это ось будущей елки. Пилкой зачерпываем густую краску, накладываем отпечатки по направлению от бока оси вниз, сначала делаем это с правой стороной, потом это делаем с левой стороной и потом это делаем по центру. Вот такая вот елка у нас с вами может получиться. После того, как мы нарисовали нашу елку вилкой, мы предлагаем ребенку либо дорисовать, либо украсить нашу елку. Точно так же мы с вами можем рисовать и ежика, если это наши маленькие детки, мы предлагаем шаблон ежика, и после чего просто предлагаем как бы оставить отпечатки от вилки, это будет иголки нашего ежика. Метод штриховки, красивая техника, ну, по большей части для детского сада. Допустим, рисунок зайца делится на сектора, да, определенные, и заштриховывается, получаем ровные края штриховки, да, потому что мы с вами знаем, что штриховку никто не отменял, это наша рука, которая будет в дальнейшем писать в школе. Либо же при помощи метода штриховки мы можем нарисовать вот такого вот цветного, прекрасного, красивого страуса. Да, у нас могут быть глаза, может быть нос, и мы детям объясняем, что просто штрихуем, и получается у нас вот такого вот образа, прекрасный страус. Следующее рисование набрызгом, это у нас дубная щетка и расческа, на щетку берем немного краски, разбрызгаем над листом бумаги, вводим щеткой по расческе, можно наносить краски разных цветов, получается очень красиво. Точно так же, да, спасибо за страусенка, точно таким же образом мы с вами можем рисовать и, допустим, вот в левом, нижнем, ой, извините, в правом нижнем углу у нас это День Победы, когда мы закрываем определенные части рисунка трафаретом, делаем набрызг, да, у нас получается опять же с вами очень красивый рисунок, либо мы делаем набрызг на остальной фон, да, и точно так же, как в левом верхнем углу у нас проявляется наш рисунок. Для детей тоже это не составляет труда, но очень нравится. Очень интересная техника это рисование расческой, нам понадобится расческа с частыми зубчиками, наносим разноцветную краску рядом друг с другом на лист бумаги в форме капли, затем расческой проводим по всем каплям краски, соединяя и размазывая их. Получается потрясающая радуга, также можно рисовать разные узоры, добавляя капли и вводя расческой в разные стороны. Вот таким вот образом мы с вами можем нарисовать радугу. Я надеюсь, будет эта техника вам полезна. Ну, рисование цветным блюзком, это точно так же, да, раскрашивание. Рисование ладошками, об этом я тоже говорила, это вот уже непосредственно сама иллюстрация, да, и рисование ватной палочкой. Здесь мы, допустим, делаем пушистый одуванчик, либо делаем дерево, да, мы можем с вами взять одну палочку, либо же мы можем вот так на рисунке справа, мы можем скрутить резинкой несколько палочек и предложить ребенку точно так же окунать наши палочки в крапку и таким образом тоже мы можем с вами получать рисунки. Ну, по техникам рисования, конечно, хотелось бы еще дать информацию, но в час не совсем я укладываюсь. Это основные техники, сейчас в папочку вопросы я скину вам ссылочку, где будет видео мастер-классы, они, там будет видео мастер-класс, рисование воздушной пленкой, рисование втулками, монотипе, рисование отпечатками, да, я надеюсь, что именно и презентация, и видео, которое я сейчас скину в папочку вопросы, вы сможете зайти на Google диск и посмотреть это видео, или скачать себе это видео, я думаю, надеюсь, что вам это было все полезно. Прошу прощения за какие-то технические неполадки, интернет сегодня, к сожалению, пятница, не совсем хотел сотрудничать с нами, но я надеюсь, что меня было слышно, я надеюсь, что моя презентация вам поможет в дальнейшем, что все будет хорошо, вот я сейчас папочку вопросы отправляю вам ссылочку на видео, и надеюсь, вам будет это все полезно. Спасибо большое за внимание, я жду Татьяну чтобы она завершила наш вебинар, надеюсь, все будет хорошо, спасибо за внимание, всего доброго.